добрый день дорогие пекари сегодня будем делать заварной ржаной хлеб называется он ржаное чудо похожий хлеб выпускает у нас тольяттинский хлебокомбинат и получается вот такой гладкий из такой глянцевой кожей с очень тонкой корочкой мягчайший такой кожистый замечательный хлеб я его пику уже не первый раз он очень вкусный очень душистый и вот такой красивый если вы его сделаете все ваши близкие будут очень довольны давайте начинать добрый день дорогие пекари как я уже сказала сегодня делаем хлеб ржаное чудо на этот рецепт меня вдохновил хлеб тольяттинского хлебокомбината и это очень редкий случай когда мне нравится заводской хлеб но здесь действительно оказалось очень хорошее качество я не знаю пропорции которые у них в этом рецепте на производстве конечно же они пекут на дрожжах а я буду печь на закваске но я постараюсь воспроизвести этот рецепт так как я его представляю то есть это будет такой мой вариант хлеба ржаное чудо и начинаю я заварки заварку делаю накануне вечером ну а на следующий день буду уже делать хлеб заварка представляет собой заваренную муку в кипятке и осахаренное ржаным не ферментированным солодом можно не осахаривать специально можно просто заварить и оставить но я буду осахаривать потому что в этом случае вкус получается гораздо интереснее нам понадобится ржаная мука у меня обдирная обычная мука на этот раз эту велка белый солод ржаной не ферментированный солод темный так называемый красный ферментированный у меня солод пудов он достаточно темный мне нравится его шоколадный цвет я думаю будет очень красивую изделие и молотый кориандр если не любите кориандр можете заменить на тмин но я очень люблю кориандр на мой вкус он очень душистый гораздо более нежный вкус чем тмин заварку я буду делать своем комбайне он у меня поддерживает режим индукции и подогревает при заварке очень важно чтобы была равномерная температура когда мы смешиваем все ингредиенты и как раз индукция в комбайне мне в этом поможет если у вас нет такой техники то вы просто берете миску запариваете все кипятком и быстро размешиваете после того как вы размешали мы остужаем до 70 градусов для этого потребуется термощуп чтобы вы могли проверить температуру внутри смеси у меня термощуп икея вы его уже наверняка видели проверяем температуру и добавляем белый солод для осахаривания я вам рассказала процесс сейчас все покажу итак я беру 150 граммов ржаной обзирной муки добавляю сюда 6 граммов молотого кориандра 70 граммов красного солода и перемешиваю эту смесь перемешать можно руками перемешать можно лопаткой перемешать можно любой ложкой я сразу буду мешать комбайном сейчас ставлю чашину комбайн и буду продолжать вам показывать и сейчас на первой скорости включая перемешивание все перемешала теперь необходим кипяток 560 миллилитров кипятка очень важно чтобы при заваривании была высокая температура поэтому смешивать надо очень быстро и равномерно чтобы у вас не осталось ни промесов я наливаю кипяток я заранее отмерила кипяток вливаю тонкой струйкой комбайн быстро все промешивает необходимо добиться однородности и сохранение достаточно высокой температуры пока масса не заварится все вылила всю воду продолжаю размешивать таким образом получается очень равномерно размешанная заварка если вы мешаете руками нужно делать это очень быстро я могу скоро сейчас увеличить сейчас машина мне показывает 69 градусов температура но еще идет нагрев необходимо чтобы крахмал заварился и превратился в клейстер очень горячая масса будьте очень аккуратны заварка очень горячий и очень липкая если она попадет на руку будет ожог и сейчас необходимо будет замерить температуру смеси вставляем термощуп и меряю температуру так температуру моей смеси 70 градусов и это оптимальная температура чтобы сейчас внести солод белый который у нас будет осахаривать белого солода добавляю 18 грамм и также быстро перемешиваю для сохранения температуры ищите способ можно укутать электрогрелкой можно накрыть каким-нибудь одеялом плотной тканью есть электрические одеяло можно поставить духовку я как-то делала высыхающей бане прям парилки оставляла миску последнее время я использую термос и сейчас я буду использовать термос перекладываю всю смесь термос широким горлом смотрите я все переложила в термос желательно все спустить вниз чтобы заварка находилась вместе чтобы работали в ней ферменты белого солода ферменты будут расщеплять тот самый крахмал который образовался при заваривании то есть я заварила муку образовался клейстер выделился крахмал и сейчас я добавила активные ферменты в виде белого солода и они сейчас начнут активно расщеплять этот крахмал до сахаров поэтому это называется осахаривание заварки и заварка утром будет сладкой я люблю делать накануне вечером вот я сделала в термос поставила и он меня в тепле хранится до завтрашнего утра утром лучше ее заранее раскрыть потому что она будет горячеватая выложить куда-нибудь в мисочку чтобы она остыла перед замесом горячую заварку ни в коем случае в тесто не добавляем она убьет закваску ну а закваску также надо заранее освежить берем ваши ржаные закваски которые у вас есть и делаем на них закваску освежать буду попозже сейчас жарковато и она за ночь очень быстро вырастет поэтому делать это будут можно позднее вечером либо можно сделать это утром например встали освежили закваску часа три она у вас выросла и вы отправляете ее в замес оставляю заварку на ночь но потом продолжим работать с этим рецептом наступил следующий день сейчас утро и я буду продолжать работу над заварным хлебом смотрите заварка готова я ее уже выложила из термоса потому что она была горячая необходимо было чтобы она приняла комнатную температуру обязательно пробуем она сладенькая не яростно сладкая как сахар но она приятной такой сладости карамельной очень вкусно обязательно пробуйте убеждайтесь что у вас заварка осахарилась если вдруг она не осахарилась у вас есть еще время вы можете точно также подогреть ее до температуры около 70 градусов добавить еще цельнозерновую муку либо белый солод упориваете в тепле и держите пока не осахарится заварка должна быть осахарена здесь у меня закваска это закваска которую я привезла из них либо пекарной промышленности из москвы она сорока процентной влажности у вас может быть любая ржаная закваска я в описании напишу пропорции на разные типы закваски сколько ее класть но закваска у нас обязательно ржаная закваска у меня подошла я ее кормила вчера вечером по пропорциям закваски сорока процентной влажности если я ее сейчас отодвину вы видите какая она рыхлая тоже обязательно попробуйте она кисленькая не очень кислый вкус кефир которому пару суток не прям свежеприготовленная такой же чуть-чуть кисленький и я буду все смешивать в тестомесе я уже говорила что хлеб у нас пшеничный ржаной ржаная мука содержится в закваске в заварке а в тесто я буду добавлять пшеничную вы можете взять первый второй сорт если хотите цельнозерновой не очень желательно будет кислить я возьму высший сорт потому что первого у меня просто сейчас нет наличия буду делать высшим нам нужна вода комнатной температуры 30 граммов всего я хочу делать подовый хлеб поэтому воды будет очень мало воду сразу добавлю соль 15 граммов и добавлю мед можете добавить патоку мед меда 80 грамм дальше добавляя всю заварку не достаточно много мне достаточно много вообще рецепт объемный я буду делать два или три подовых хлеба решу как формовать если для вас это много уменьшайте рецепт например вдвое но в случае заварки когда заварки много она в объеме осахаривается лучше чем когда ее мало дальше закваска 400 граммов закваски густой пропорции по закваске смотрите в описании густой беру 400 и мука высшего сорта пшеничная у меня мука с белком 10 3 но достаточно крепкой клейковины которая выдержит эту нагрузку сладости и ржаной муки 500 граммов муки и так опускаю и начиная замес на первой скорости выставляю время 5 минут начинаю на первой скорости я мишу тестомесом потому что тесто довольно липкая заварки много сладости плюс мед и ржаная мука тесто липко и месить его руками крайне неудобно если у вас есть любая техника хлебопечь или может быть мультиварка любая совершенно техника которая позволяет вам замесить тесто месить и обязательно при помощи техники был сильно облегчите себе задачу сейчас добиваюсь смешивание сделаю затем небольшую паузу и домишу тесто замешиваю 5 минут на первой скорости я закончила замес на первой скорости первичный замес сейчас я немножко тесто соединю потому что бывает такое что вдоль стенок чуть хуже промешивается вот кстати мука снизу вот мука встречается поэтому лучше скребком проверить как у вас идет замес сейчас это все поотделяю чтобы при следующей стадии замеса все соединилось более однородно не было никаких непромесов непромесы так все теперь я оставлю тесто на 10 минут постоять чтобы начала работать пшеничная мука накрою крышечкой какой-нибудь пленочкой тесто постоял 10 минут сейчас я включаю вторую скорость и также время на 5 минут замес тесто замесилось смотрите собирается она на крюк не так как чисто пшеничная но все не менее работа глютена клейковины она заметна все сейчас я выложу в миску я уже смазала миску маслом и сейчас буду в нее выкладывать обязательно идите миску который накрывается крышкой либо накрываем пленкой от заветривания и так я переложила тесто в миску в пластике тесто гораздо меньше прилипает к стенкам чем в металлической деже поэтому лучше держать на брожение в пластике и немного смазываем растительным маслом прекрасное тесто такое шелковистое очень приятное получилось немного липкая зачет большого количества ржаной муки оставляю на брожение тесто на три часа при комнатной температуре сейчас достаточно жарко около 26 градусов в комнате и тесто будет бродить три часа накрываю крышкой от заветривания как я уже сказала и засекаю время тесто на ржаное чудо провело три часа смотрите как великолепно она подошла сейчас необходимо тесто поделить взвесить и сделать заготовки прекрасно вышло смотрите какое качество тесто великолепное беру шпатель и начинаю делить тесто заготовки прошли от лёжку так немножко у меня прервалась запись на не страшно заготовки прошли от лёжку сейчас сделаю формовку хочу сделать такую овальную формовку залепляю краешки смачиваем руки мокрыми руками с тестом справится гораздо проще и заглаживаю вот эти швы не переживайте если у вас сейчас будет не очень ровная поверхность все подровняем и я буду расстаивать в подовом виде то есть прямо без формы для расстойки укладываю хлеб на бумагу для выпечки можно выложить на силиконовый коврик мокрыми руками придаю ему форму заглаживаю все неровности и трещинки такой овальный хочу хлеб можно выложить форму если вы хотите печь формовой я делаю подовый и сейчас обязательно накрою пленкой пленку смажу маслом чтобы она не прилипла к заготовке накрою пленочкой или можно накрыть какой-то коробкой пластиковым тазом чем угодно чтобы предотвратить подсыхание корочки если вы накрываете большой какой-то емкостью например пластиковой коробкой или ящиком поставьте туда стакан с горячей водой чтобы у вас увлажнялась атмосфера точно также можно поставить на расстойку в духовку например и поставить туда миску горячей водой с кипятком чтобы она испарялась атмосфера увлажнялась расстойка займет около 45 минут может быть час не очень долго тесто увеличится вы это заметите и самое главное как я уже сказала не допустить подсыхание корочки расстойка хлеба заняла около часа я не буду ничего с ним делать не надрезать никоим образом декорировать сейчас я его отправлю выпекаться духовка у меня разогрета на свой максимум это 300 градусов и я буду печь всего три минуты с паром пар подаю снизу из мисочки в которую налиты немножечко воды после трех минут я открою дверцу уберу миску с водой и пониже температуру до 200 градусов и буду допекать допекать буду еще примерно минут 30-35 такой замечательный получился хлеб очень гладкий для большего глянца на корочки я его смазала крахмальным киселем взяла обычный крахмал заварила его в горячей воде в кипятке и смазала сразу после выпечки по горячей корочки смотреть какая кожистая мягкая и тонкая корочку этого хлеба это показатель как раз таки качество для ржаного хлеба я даю ему созреть разрезать будем позднее он сейчас еще теплый внутри и ржаной хлеб таком состоянии резать нельзя поэтому надо дать ему полностью остыть и созреть резать будем позже хлеб полностью остыл давайте его разрежем понюхаем попробуем мягко он режется идеальная текстура просто и идеал заварные хлеба это конечно отдельная история это отдельная песня и для меня это прям отдельный класс хлеба заварной ржаной хлеб я этот хлеб пекла уже не один раз на вкус он кисло-сладкий с таким ярким но довольно деликатным ароматом кориандра то есть он не перебивает аромат солода и ржаной муки замечательная текстура вот именно этого вида и эффекта и хотела добиться такой однородности мягкости пористости немного темновато нижняя корочка здесь мне еще надо приспособиться я пекла на плите на стальной для выпечки нужно приспособиться с температурой вот для корки температуры условия были идеальны потому что ни одного подрыва ни одной трещины идеально ровная корка а вот не слегка у меня темновато чуть-чуть подгорел это значит нужно отрегулировать температуру вода я буду делать это экспериментальным путем прошлый раз загружала больше буханок одновременно и такой темной корочки не было ну то есть надо экспериментальным путем к этому идти это мелочь которая не влияет совершенно на вкус и качество потрясающий хлеб испеките такой хлеб обязательно я уверена что он вам понравится и удивить своим вкусом и ароматом ваших близких кто не подписан подписывайтесь пишите свои комментарии вопросы будем с вами печи испечем еще очень много всего интересного